Начинаем очередное игру второго тура. Сегодня у нас играют Владимир, Роман и Максим. Мы приехали. Так, Владимир первый зашел. Начинай. После того, как с последнего диктатора Европы сняли санкции, Лукашенко в 19-м году выбрал для первого визита эту страну, приняв приглашение федерального президента Александра Вандербелина. По-моему, вчера не отвечал никто еще. Но я должен знать, где Вандербелин президент. Я думал, Нидерланды. После того, как этот диктатор объявил себя пожизненным президентом Гаити, он изгнал из страны всех католических епископов и провозгласил себя воплощением мстительного духа смерти барона Субботы. Я так давно понял. Прошел президент Гаити. Я, да-да-да. Он самый. Он написал книгу души, которую включили в школьную программу, и обязали относиться к ней так же, как относится к Корану в мечетях страны. В 2006-м один экземпляр книги, да, что побывал в космосе. Ну, пусть будет Муамар Каддафи. Нет. Спасибо. А рискул, может быть, Сапармурад не Язов? Угу. О, приятно. Ну, ясно, что не Саддам Хусейн. 200. Лично хана этого полковника состояла из молодых... Вот давай сейчас предположим, что Муамар Каддафи. Давай. Ух ты. Я думал, Франко. Я постоянно одно и то же говорю, да. Повторяюсь, да? Он стал последним фильмом, где использовался... Береги дискатку. Ну, вот и всё. А что использовался? Ой, напитки. Напитки. За этим напитком ходил Коля в фильме «Гостия». Теперь... Я думал, молоко. Фанта появилась на свет в этой стране из-за... Блин. Германия. Из яблок, по-моему, и делали. 300. И просто кваши. Вот видите, два слова. Штирлиц терпеть не мог мажжевеловую водку, которую приходится хлистать только потому, что её любит Генрих. А любимым напитком был он. Только частное. Дедовский самогон. Коктейль молотого? Нет. Давай, 400. Название этого коктейля из джина, лаймового сока и сахара может подсказать известное правило. Бухгалтер? На одном из стримов Александр Пушной со товарищей употреблял этот напиток, на всякий случай назвав его несвежевыжатым соком укрозы. Максим? Гонг? Да. А, точно. Как-то... Ну, ладно. Братья. Самая престижная литературная премия в Франции. Это братья Гонг Курс. Как много кнопок, какие они громкие. Давайте, наверное, братья за... Ну, продолжим. Тинка. Не вижу. Так, ну, Максим же что-то хочет ответить. Давай, Максим. Это Болдуин. Это неправильный ответ. Так, Роман есть? Вадим, есть? Есть, есть. Ну, а, собственно, вопрос. Перед вами четыре брата и семейство Болдуинов. Стивен под этим номером. А, Роман. А Стивен Болдуин под номером четыре? Нет. Блин. Я понятия не имею, я не буду жить. Нажми пас, тогда. Пас. А, есть кнопка пас здесь, никогда не использовала? Есть кнопка пас, да. Один. А, я выбираю, да? У нас также. Укротиста. Эти кинобратья с фамилией на букву В получили широкую, Максим. Да неужели Warner Brothers? Нет. Широкую известность снял фильм, который запил год с проката. Роман. Вачовский. Нет. Да, ё... Посмотрелось выше 30 миллионов человек. Фразы фильма стали крылатыми. Главный герой стал суперпопулярным. Но режиссеры не были братьями, а всего лишь однофамильцами. Ай-яй-яй. А, это частная версия. А, есть. Вадимир? Братья Васильевы? Конечно. Нет. Понятия не имею, что они сняли, поэтому... Чапаева. Да. А, хорошо. Фальстарт дурацкий. Именно он, правда, лишь со второй попытки смог доставить письмо товарищу Житкову. Житкову. Ой, пас. Чё-то я к тебе нервничал. Нет ответа? Нет, ответа нет. Житкову, стихотворение Маршака. Ох ты. Ленинградский почтальон. Я чё-то, блин, в другую сторону думал, ну ладно. Братьев продолжим. Эти братья-близнецы всю жизнь играли в одну звене. Сначала в Мода, затем в Ванкувере. В прошлом году... Это братья Сидины. Это у Бурая. Это все эти люди. За свою результативную игру в атаке, скорость и точность, это дважды... Мэлоун. Почтальон. Давайте прикончим братьев. В 2015 году Том Харди исполнил роль этих близнецов, терроризировавших в Лондон 60-х. Ой. Мёжка это зафтишка. Не факт. Пока ещё никто не ответил. Ни о чём не говорить. 300 письма. Герои нового сериала «Видеть», где в мире будущего всё население Земли ослепло. Переписывались. С помощью этого способа знакомого героям... О-о-о-ой. Узвуковое письмо. Да. Надо было подвыкнуть. Да? Круто. Этот почтовый клиент принёс известность в молдавской компании «Ритлапс». О-о-о. Ну, пусть будет «Дебат». Да. О-о-о. Что это? Это для тех, кто постарше. Главный герой повести Гамриэля Гарсиа Маркеса по конику никто не пишет. Ждал письма с этой новостью. Ой. Что было? Ну, тут два варианта. А в восстановлении там что-то, не помню. Мы сдаёмся. На пенсии пойдём. Да, на что не пенсии. Да. Насчёт ставка. Согласно поговорке, её способна испортить бочка-мёгтя. Бочка-мёда. Двести. Его роль в «Легенде 17» исполнил Тимура Ефременко-подборная. Борис Михайлов. Триста. Его история насчитывает более ста лет, а в 2013-м во время его проведения произошёл теракт, в результате которого погибли три человека и пострадали более 280. Странно. Я думаю, какой-то большой маршрут. Нет. Четыреста. И его советуют соблюдать новичкам, собирающимся начать покерную или ставочную карьеру. И с умом... Про менеджмент. А это что такое? Понятия не знаю. В нём нашла последний приют любовница Д'Артаньяна Констанция Бонасье. Беледиктинский монастырь. Нет. Мы ещё видим, что как-то не будет. Бичунский, да. Ну, убрать спортсменов прям ничего. А можно комментарий по теме Б и М? Три слова на Б и М? Где-то такую тему здесь видишь. О, извините, Б и С. Б и С, да, три слова, соответственно, на Б и С. Обычно инициальные. Так. Ну, мой мармеладный, что там? Жми. Песни для этого фильма, в том числе «Ешьте мармелад» или... Ой. Тьфу, опять что-то перепутал. Ну, пусть будет «Лимонадный Джо». Нет. Или «Мармеладный бум» написал Юрий Энтин. Вопреки названию, все песни в фильме, кроме одной, звучат в стиле поп. Мы с Джо-До, да. Нет. Опа. А мой какой-то мультик. Почему? Энтин может много чего. В фильме «Мы из Джаза» все из Джаза. Фильм 90-х. Ах ты. Я вообще впервые слышу. Четыреста. Бутерброды с мармеладом всегда носил с собой в чьем обране этот персонаж. Кто-то добрый. Бонифаций. Бонифаций? Нет. Ого. Хороший. Требуется имя-фамилия. Сама приступившая евангельские заповеди. Эта проститутка нашла. Мария Магдалина. В главном нерву и родственную душу. А когда того? Соня Мармеладова. Да. А куда дарить? Дорогу из Мармелада, как и еще восемь книг из серии сказки «Прекрасной долины» можно назвать стороной о знаменемалках от этой плодовитой отечественной писательницы. Дарья Донцова. Да. Ну, в общем-то, да. Бладельца кондитерской фамрики Ханса Рингеля-старшего, пожалуй, можно назвать их отцом. Мишигамми? Мармеладный? Да, да, можно. Так. Не только кинетели премии, но давайте за 300. Это уменьшительное женское имя, но сила, в частности, и та, которую Эйнштейн, Диодоне, Вейль и Виннер считали наиболее значительной женщиной в истории математики. Соня? Я такой кинопремии не знаю. Ну, я тоже нет. Ну, и ответ неверный. Это жена, скорее всего. Правильно? Еще бы Амали и Нютер. А, Амали и Нютер. А, теперь я понял. Этот заглавный персонаж в фильме появляется всего на пару минут. Большая же часть экранного времени отведена, конечно, Луида Финессу. Оскар. Ух ты. Давайте премии дальше. Подразделение General Motors с таким названием просуществовало всего 25 лет и обанкротилось в 2010-ом. По мнению автора, автомобилем этой марки был бы к лицу логотип Ауди. Оскар. Кольцевая кинопремия. А, американская. Это имя происходит от латинского, от которого также образованное русское слово «царь». Сазар? Угу. Французская премия. Налоговый гнет, притеснение властей и церковная политика императора Аюстиниана Первого стали причиной этого восстания крупнейшего устроя Константинополя и Византии. Интересно, ответили ли кто-нибудь, кроме Натальи? Степпуриный, что ли? Да. А, хвост. Я боялся. Время слишком. Первая поправка Конституции США. Свобода слова. Гарантирует свободу слова. А вторая – право хранить и носить его. А, ой. Оружие. Фальстарты бюроцкие. Но без них плохо. Фантастический рассказ Ричарда Стоумана «Право читать» рассказывает об обществе, в котором это право достигло сверхразвития. Ну, авторское, видимо. Угу. О, интересно. Вот, все, что написал – твоя собственность. Класс. Право на замвение, которое позволяет потребовать удаления своих персональных данных из поисковых систем, в России пытался воспользоваться и этот миллиардер, ресторатор, возможный организатор фамики троллей. Требование, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, называется? Ава Миранда. Угу. Из шестого него мы узнаем, что посредственность всегда… Ой, это правило волшебника. Наконец-то кто-то ответил. Конечно. Не я. «Тил the morning light» и вот такие дела на руки и названия этой песни «Верки Сердючки». Ого. Роман должен звать. Все три варианта звучат одинаково. В названии пятого своего студийного альбома Филипп Киркоров признается, что он не этот сын Марджи и Джованни. Он не Казанова? Нет. Я не Майкл Джексон. Фух. Тоже нет. Да, без… Я не Нафаэль. Ах! Мощно. Доброе утро, страна. Владимир Высоцкий, как следует из песни, не только не любил, когда стреляют в спину, но был также против них. Выстрелов упох. Угу. Угу. Доброе утро. И на случай, если я вас больше не увижу, добрый день, добрый вечер. Ой, блин, надо было форму подождать. Все-таки шел Трумана. Доброе вечер и добрая ночи. Слова этого персонажа. Ну, Труман. Увы, не попал в форму у Максима. Да. Я не 500. Странно, но в один год Александр Рабак исполнил и сказку на Ивровидении, и песню «Я не верю в чудеса» в этом фильме Бекломбетова. Может быть, это дневной дозор? Нет. В каждой игре отвечали. А вот. Да. Не все следят за качеством. Не очень понятно, зачем же я был. Никого их вам не готова. Хорошо. Б и С за 500. В разные годы режиссерами этого популярного сериала, основанного на серии комиксов, выступило множество знаменитых... Бэтмен и Супермен? Интересная версия, но нет. Знаменитых людей, таких как Том Хэнкс, Рональд Шварценеггера, Роберт Джей Меккис, Майкл Джей Фокс. Ого. Ай, вот все. Я крутили Бейджи и Патхэта, но там по форме не подходило. 400. В свое время они вживую могли наблюдать игру Диего Маратоне, Рената Десаева, Довара Шукера, Сиехио Рамоса и многих других звезд, выступавших за их любимую команду. Полежщики Испанской Севильи какой-нибудь. Ну вот, Владимир. Да. Я хоть думаю. Ну да, полежщики Испанской Севильи. Да. Даже так, от балды собрал. Ну ты же меня потом от балды говори. Чем птица, петрушка и весна священная, это они написаны в русский. Балет вылетел Игоря Стравинского. Что, Роман? Да я что-то тут вылетел. Сейчас. Влетел, в общем. Давайте дальше. В своей первой речи после начала Великой Отечественной войны Сталин обратился к народу так, вероятно вспомнив свое братья и сестры. Прикольно. Последний вопрос. У всех есть картинка? Да. По черным прямоугольникам вскрыта она. Борода Ивана Сусанина. Ага. Шо. Бред какой. А вот у Азата Тургунова побольше было очков. В минусе, в плюсе. Азат молодец. Он поумнее, чем мы. А мы вообще жмем, по-моему. Я вообще не так читаю сегодня. Мне хорошо. Так. Плюс одна буква в прошлом туре, но здесь во втором слове на одну букву больше. Гости программы СМАК. Это что, фото-тема, что ли? Нет. Это текст-тема. Этот драматург и актер принял участие в передаче накануне своего 80-летия. Примечательно, что жена Инна отказалась брать его новую фамилию, оставшись Ивановой, и заявил, что принять его фамилию это уж слишком даже для жены-юмориста. Ого. Не захотела жена быть Инной Ининой. А-а-а. А, я помню. Это красиво. Я не знал, что ему уже 80. Это неважно. Будучи молодой актрисой, она познакомилась с Вячеславом Тихоновым на съемках фильма «Дело было в Пинькове», о работе ведущей самых первых передач КВ на Центральном телевидении актриса передачи не упомянула. Не знаете, но не вешайте нос. Ого. Не вешать нос Гардемарины? Да ладно, пусть будет Светлана Дружинина. Пусть будет, если настроишь. Да. А на режиссера выступала. Готовя форшмак, этот одессит рассказывал. А вот рискнул, Жванецкий. Популярная версия, но нет. Как играл в спектакле фашиста и желая подольше остаться на сцене, так долго падал, что всем надоел, и бить по-настоящему его принялись даже свои немцы. Был это еще до того, как юморист переехал в Ленинград к Райкину. А, все. Частная версия. Я не могу вспомнить. Я понятия не имею. Нет, я что-то слышал. Тармана надо было назвать тезку. Да. Как истинный сибиряк, этот пианист-виртуоз на передаче начал готовить макароны. Может, Мацуев? Угу. Ничего. Систан. Наверное, все ожидали, что он будет готовить цыпленка табака, но этот актер и бывший. Ермольник. Короткое-то что? Короткое-то короткое. Пятьсот. Наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка является основателем этого картеля одной из самых могущественных криминальных организаций мира. Ого. Я забыл. А может, не знал? Ну да, конечно, Синалово. Понятно. А что это там? Короткий рассказ «Здесь тоже вводится тигра» стал одним из первых произведений этого автора. А позже вошел сборник рассказов «Команда скелетов». Ого. Здесь тоже вводится тигра, очень знакомо. Но не Киплинг же? Кинг все-таки. Клаберси. А, блин. Думаешь, откуда? Боюсь сжать. Ладно. Журнал «Мир фантастики» поставил главного героя этого фильма боевого робота Джонни 5 на 10-е место в списке «Самые-самые роботы». Отметил, что Джонни стал комедийным антиподом «Терминатора». Фильма? Короткая. Тема короткая. Да. Роботы короткая. Это замыкание. А я даже... Что? Что-то тяжело тема пошла. 200. Это особенность формы американской полиции отличает офицера проработавшего больше года от новичка-стажера. Возможно, короткие рукава. Этот вид спорта официально старт. А может, просто шорт-трек? Да. хе-хе-хе-хе. Так. Дел табак за 300. Дело табак восьмая и последняя книга из цикла «О городской страже» этого британского... Тэгри Пратчетт? Да. Противал. Так, любимого писателя отжали. В произведениях Кунан Дойл Ахолмс измерял сложность дела в курительных трубках. А в сериале Шерлок на смену трубки пришел он. Ага. А кто его смотрел? Ну, я смотрел нехороший сериал. Рейп, что ли? А, пластырь, конечно. Сигареты этой марки считались лучше денежных единиц после открытия Второго фронта американцами. А рекламировали эти любимые сигареты Джеймса Бонда и Рональд Рейган и Хэнфри Богорт. Ой. Ну, только честное. Ну, не Мальборо же. Родка Страйк, по-моему, но я не уверен. Ну, я тоже налоги. Даже версий не было. А, честное. Название этих курительных трубочек дословно означает маленькая сигара. Сигарелла. Ага. Его гнездо часто используется для подключения различных электроприборов к бортовой автомобильной сети. ОК. Это прикуриватель. Так, тыщу лет жалкнул? Обжал. Давай. Так, голову не отпускает. Ну, ты уж соберись там как-то. Ну, тут мало осталось. Этот небольшой бельгийский городишко получил известность благодаря крупной битве 19 века. Ватерлоу. Ватерлоу. Так, 200. В песне вагонные споры Макаревича нервы. Песни сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей. Как-то так. Не успел. Именно в этом порту с пробоиной в борту в Кейптаунском. Мощно. Вот тут пробуй переезжать, как говорится. Песня, где были слова «Вечно будем мы вместе май встречать в этом городе» стала официальной песней 4-го международного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в нем же. Вот, пожалуйста, жмите, да? Вот, да, сколько угодно. Я выступаю. Кармак что-то? Нет. «Вечно будем мы вместе мы встречать в Бухаресте». А, там рев. Я могу дописать. Тракалась, но, блин, тяжело ее принимать. Михаил, Михаил Александр Новейский совместной песней воспели. Этот превалтийский город назвал его городом с ароматом кофе. На кофе рифмы, наверное. на эстонцев рифмы. Осталась самая любимая тема всех игроков. В одном живут десятилетия, правой жизни до конца другой, на время лишь строения и очень часто для бойца. тик-так, тик-так. А, вручь. Я думал, век что-то там. С одним мы боремся весной и всем летом руками, химией и всяким инструментом. Другой профессией самых древних кулисты. ее оденет полдеревни. Сорняк и скорняк. Да. Ого. Ну, только сложновато для двухсот. А, я еще побороться могу за второе место. Да. Один получает порою в сети, хотя и не жаждут подарка такого. Другой до двадцатого века почти сосудом был для напитка любого. Ну, как же я мог не ответить? Бан и жбан. Почему я в основном чате в черном списке? Зажбанен. Зажбанен, да. Кому, как не тебе, да. Одно бывает инструмента, певца, танцура, прочих лиц. Другой играет роль фермента, но может быть едой для птиц. Понятие, пускай играет. Угу. Интересно. Один чиновник и начальник. В стране немало таких рау. Другой учитель и наставник. Раньше титулом он был. нет. И Максим сохраняет второе место, а Владимира поздравляем с первым. Спасибо. Увидимся в следующих трех турах. Пока. Спасибо, я это пережил. Ура. Пока. Спасибо, поздравляю. Спасибо.